Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео мы рассмотрим специальные аналоговые функции, такие как арифметический блок, мультиплексор, линейное нарастание сигнала. В других частях этой темы были рассмотрены строение аналоговой системы и ее практическое применение для измерения высоты детали. Аналоговый мультиплексор. С помощью его можно запрограммировать 4 определенных величины, в зависимости от комбинации управляющих кнопок. Допустим, у нас имеются две кнопки, с помощью которых мы будем управлять, пускай он будет запускаться всегда. Входом будет сигнал HIGH. Итак, если имеется, допустим, 4 числа, 1, если обе кнопки управления нули, если обе кнопки, вторая кнопка, единица, пускай это будет двойка, соответственно, сделаем тройку и четверку. Кроме выхода является не дискретный сигнал, а аналоговый выход. Просимулируем нашу программу. Итак, в данном случае, вход, то есть эта функция постоянно включена, если обе кнопки отключены, на выходе у нас величина единица. Если включена вторая кнопка, то на выходе у нас двойка. Если обе кнопки включены, то четверка. Но, как использовать эту аналоговую величину? Можно, например, также связать с частотой генератора, пускай он с лампочками играет, и будет зависеть ее частота от комбинации кнопок управления. 50, 100, 150 и 200 миллисекунд. Соответственно, чтобы можно было визуально отключить частоту работы лампера. У нас насоединены аналоговые величины, то есть у нас должен быть подключен выход этой функции аналогового мультиплексора с параметрами генератора. T-High и T-Low. Включаем симуляцию. Итак, у нас лампочка мигает. Полпериод 200 миллисекунд. Обе кнопки включены. Если включена только вторая кнопка управления, то частота мигания увеличилась, то есть значение полпериода 100 миллисекунд. Если у нас выключена вторая кнопка, тогда величина полпериода 150 миллисекунд, и обе отключены 50 миллисекунд, частота достаточно значительная. Также интерес представляет блок арифметики, который способен производить арифметические операции с, соответственно, аналоговыми величинами, целочисленными в данном случае. А выходом этого блока, пускай у нас будет аналоговый выход RIO уже. С помощью этого блока можем складывать. У нас имеется два мультиплексора. Итак, это первая слагаемая. Вторая слагаемая. Второй мультиплексор с кнопки управления 3 и 4. Пускай будет эти две. И включим постоянно этот арифметический блок. И посмотрим, что будет являться, какие действия будем производить. Допустим, мы желаем складывать их. Тогда мы можем выбрать любую операцию из четырех предложений, сложения, вычитания, умножения и деления. Допустим, это сложение. Все другие действия производятся с нулем, и поэтому они никакого влияния на выход не оказывают. Если бы мы хотели оставить в памяти последнее значение, то надо было бы поставить галочку сюда. Последнее значение арифметического блока при выключении enable. У нас enable включен постоянно. Постоянно эта функция работает. Итак, включим симуляцию. Выходом первого мультиплексора является единица. 1 плюс 1, 2. Включаем. Выходом первого мультиплексора является число 3. Второго мультиплексора 1 сумма является 4. Итак, если, допустим, второе значение второго мультиплексора 2, то выходом является число 5. Если мы захотим заменить операцию, допустим, это будет умножение. Тогда, соответственно, 4 умножить на 3. Аналоговый выход будет иметь значение 12. В данном случае целочисленное значение. Исследуем функцию ramp. Уже заранее подготовленная функция. У этого функции 4 входа. Соответственно, enable включение функции. Выбор уровня, к которому будет стремиться аналоговый выход. Также имеется stop, который мы не задействуем, при котором значение выхода будет изменяться на 0. И также эти параметры уровня можно настроить. Для этого мы соединили аналоговый мультиплексор с первым уровнем, уровень L1. То есть, этот уровень будет работать в том случае, если кнопка E3 не будет нажата. Если кнопка E3 будет нажата, тогда у нас будет работать второй уровень. Присвоим второму уровню значение, чтобы отличать минус 10. Посмотрим, как эта функция работает. Значит, постоянно эта функция включена. И аналоговый выход, а Q2, будет стремиться к выбранному уровню. В данном случае выбирать будем с помощью аналогового мультиплексора, кнопками E1 и кнопками E2. Включаем симулятор. Скорость нарастания 10 значений за одну секунду, это слишком быстро. Мы изменили сейчас. Таким образом, сейчас AQ2 имеет значение 40. Если это значение уменьшится, допустим, на 20, то тогда со скоростью 1 единица в секунду это значение будет стремиться к уровню. И как только потом, она должна сравняться и остановиться. Скорость изменения сигнала 1 пункт в одну секунду. Итак, на выходе AQ2 имеет 20. Итак, если мы включим E3, тогда выход аналоговый будет стремиться к значению минус 10 с указанной скоростью. Мы так долго не будем с вами ждать.